Лишь в трех городах мира есть такая достопримечательность, как катакомбы. Рим, Париж и, конечно же, Одесса. Но если общая протяженность римских катакомб около 500 километров, а парижских около 300, то одесские катакомбы протянули свои мрачные щупальца на целых 2500 километров. Это самые загадочные, сложные и запутанные рукотворные пещеры в мире. Одесские катакомбы представляют собой подземные каменоломни, в которых добывался строительный камень-ракушняк, используемый для постройки города, благодаря которому молодую Одессу называли «желтым городом». В 19 веке катакомбами с успехом пользовались контрабандисты и разбойники. В 20-м здесь прятались революционеры и партизаны. Но в 21-м их активно пытаются закрыть от любопытных хурбан-исследователей. Так как никто не знает всех коридоров и галерей этого лабиринта, в котором можно потеряться навсегда. Я думаю, до конца так и не узнают. Мы же проникнем в катакомбы в селе Нерубайское, которое находится в 20 километрах от Одессы, и выйдем в селе Усатого. На данный момент это один из самых длинных и опасных среди возможных на сегодняшний день переходов в исследованной части катакомбы. Ну что, ребята, нас ждет офигенное видео с самых больших катакомб в мире. Поэтому в самом начале ролика можете уже поставить лайк и приятного просмотра. Друзья, всем привет. Меня зовут Сергей Трейсер. Я сейчас нахожусь в Одесской области. Меня, в общем, пригласили мои зрители, наверное, правильно будет сказать, в местные катакомбы. Я уже был в катакомбах, но я не очень много где был. Они же, можно сказать, практически профессиональные гиды. Мы сегодня... У нас будет такой длинный переход под землей, который будет длиться несколько часов. В общем, ребят, расскажите в двух словах, куда мы идем и что здесь будет происходить. Мы собираемся провести наш очередной переход между Нерубайским селом, которое находится за Одессой в пределах 20 километров, в другое село, тоже недалеко отсюда, село Усатого. Подземный переход длится около трех часов. А километров сколько? Шесть километров. Шесть километров. Огнище. То есть, как бы, путь нелегкий. Ребята, мы уже внутри. Как я говорил, здесь добывали ракушняк. Видите, такие ровные срезы. То есть, какой-то техникой здесь добывали ракушняк. А вот это был уже такой небольшой обвал. Ребята говорят, что они когда начинали лазить... Сколько лет назад это было? Десять. Десять. Где-то десять лет назад вот этого обвала не было. Ну, как бы, такое иногда случается, когда что-то обваливается. Я надеюсь, нас сегодня такого не будет ждать. У нас все будет хорошо. В общем, мы погнали туда, вглубь. Мы уже, ребята, немножко углубились. Смотрите, вот эта черная метка. Это раньше был такой уровень воды. То есть, здесь было затоплено. У нас впереди, кстати, тоже ждет место, где затоплено, да? Да, там тоже уровень. Глубоко там будет? Максимум, по-моему, сможет. Я понял. В общем, ребят, мы взяли с собой резиновые сапоги. Кто-то взял резиновые тапочки. Короче, как-то пройдем. Как оказывается, здесь добывалось все вручную. Пилилось просто такими, типа, ножовками. И выпиливались идеально, практически идеально ровные кубы. А вот то, что было не идеальной формы, оно складывалось вот так. Для чего, ребята, оно складывалось? Чтобы укрепить и для того, чтобы еще... Ну, ты же не будешь выносить эти камни лишний труд на улицу. Ты его скинешь где-то сбоку, чтобы можно было проехать тачкой. Вот это, ребята, называется «бутовка». «Забутовка». Или «забутовка». «Забутовка», «забутовка». Здесь оно как бы более ровно все выпилено. И там метра на два к этому... Закладка. Да, мы, короче, не посмотрим туда. Здесь какая-то бумажка с закладкой. Там метра на два, где. Добыча ракушника здесь началась, ребята, примерно в 1890 году. Короче, где-то конец 800-х годов. И в то время еще, получается, не было какой-то спецтехники. Поэтому добывалось все вручную. И, соответственно, лампочек и фонариков, как у нас, тоже не было. И люди ходили с керосиновыми лампами. Вот, кстати, один такой артефакт мы нашли. Вот это колба от старой керосиновой лампы. И еще вот есть такой артефакт. Что-то непонятное, железное такое. Пришли мы, ребята, в такой красивый тоннель. Смотрите, сверху, я так понимаю, был обвал. Небольшой. И вот здесь видно слои самой породы. Еще один такой красивый проход. Забутовка с двух сторон. Очень красиво все выложено. Сверху тоже такой обвал. И опять же, смотрите, видно слои породы. Вот так с годами накапливалось. Это называется как будто сбойка. В принципе, здесь вот видно. Вот, можешь посвятить туда дальше. Нашка, ребята, срезка, сбойка с другим районом. И вот здесь надпись 15 февраля 52-й год. И подпись бригадира, который проверил работу и расписал. И такие будет много. И вот, кстати, вот слева здесь тоже есть. Проверка выполнена. Подписался. Еще, кстати, ребята, здесь пока мы идем, можно встретить очень много надписей. Все они нарисованы графитом. Баллончиком здесь категорически нельзя рисовать. За это можно даже п***ы получить. Поэтому, если будете в катакомбах и хотите оставить здесь какой-то след, берите с собой графит. Расскажи нам, пожалуйста, как вот добывалась добыча, собственно, самого ракушника. Насколько я понимаю, я говорил, она вручную добывалась? Изначально она велась вручную пилами, ломами и подручными средствами, молотками. Пилится вот такой вот косячок посередине с одной сетой. Потом, насколько они пропилили до Тудова, они делают пропил сверху, снизу, сзади. И потом мужик с такими крюками длинными просто подходил и вот эту штуку дергал на себя. Главное было отбежать, чтобы на ноги ему не упало. А потом уже он падает, он может развалиться, он может полдня проработать, это все пропилив. А он разобьется в труху вот такую вот, как бы, и толку нету. А может быть повезет, и он там себе распилит, сделает там себе вот эти штуки камня. Реально, ребята, раньше такой адский труд у людей был. Все вручную делалось, чего, наверное, могло кого-то завалить. Постоянно происходило. Постоянно, да. Ну, сейчас видите. Человек попал, ушел один, осталось в контрольное время. Не вышло в контрольное время на выход. И, в общем, случился завал, к сожалению. И у него был открытый перелом ноги. Со временем его нашли, но это очень такая печальная история. А у вас вообще, вот вы говорите, 10 лет ходите по катакомбам. У вас что-то подобное случалось когда-то? У нас, к счастью, нет. Да, это очень хорошо. Я надеюсь, и сегодня у нас все будет тоже хорошо. Абсолютно, все будет супер. Нам домой надо, нас ждут. В общем, ребята, раньше здесь нужно было ползти, но люди сделали такую вот копанку, вот этот грунт. И вместо того, чтобы не ползти, сделали вот такую вот траншею. Если вот так присесть, как мы присели, примерно вот так, можно идти. Это хорошо, что можно идти. Очень большое спасибо людям, которые это сделали. Потому что, если бы мы ползли, мы были грязные очень сильно. Но я думаю, мы и так сегодня будем грязными. Но все равно удобнее так идти. Ай, блин, головой ударился. Все, ребята, вышли мы с этой копанки уже. Продвигаемся дальше. В принципе, картина здесь, знаете, практически везде. О, можно в полный рост встать. Картина здесь практически везде одинаковая, поэтому я каждый шаг наш не снимаю. Черти, бесы. Мы только что согнутыми шли. Такой продолжительный участок. Есть, кстати, классный лайфхак, когда наклон очень сильно, ты так руки за спиной и погнал. Наши проводники говорят, что здесь раньше была подземная церковь. И вот здесь такие типа стихи, молитва. Если кому-то интересно, можете нажать на паузу, прочитать. Мы же это читать не будем. Мы пойдем дальше. Говорят, что это очень старая надпись, которая, возможно, даже там 100 лет где-то. Может, немножко меньше. 100 лет где-то. Вот он даже с твердыми знаками, некоторые слова, как раньше писали. Цианские. Итак, ребята, мы пришли в такое место классное. Здесь 6 развилок у нас. Я, честно, если бы в какую-то из них пошел, я бы, наверное, сам не вышел. Кстати, смотрите, видно слои породы очень так контрастно. В общем, у нас привал. Получается, там вторая, туда третья, вот там четвертая налево, пятая вон и шестая. Я, честно, не знаю, как вы, ребята, это все запомнили. Но вы, наверное, 10 лет ходите, запомнили. Я бы просто не вышел отсюда, наверное, сам. Мы пришли в такой вот тупик. Мы сюда осознанно пришли для того, чтобы вам показать такую кермуху. Кстати, что за ней находится? Дом, частный, видимо, теряет, ну, как сарайщик такой. Я понял. Подваль. То есть, если мы постучим, нам даже теоретически могут открыть. Или по-другому сделать. Или дать просто нам. Да, да, да. Ты думаешь, она работает? Я думаю, она работает только с той стороны. Короче, ребят, мы пошли в одну сторону из тех 6 развилок. Теперь идем в другую. И нам нужно будет выйти сегодня в другом селе. Зашли мы в одном, а выйдем совсем в другом. Смотрите, ребята, какой здесь есть провал на нижний ярус. То есть, вот эти катакомбы идут в несколько ярусов. Кстати, написано, хочу в поход 2К17. Шалят, шалят. Да. Все хотят в походы. Ребята, сколько здесь вообще уровней катакомб? Всего два. Всего два. Два, да. Слушайте, а я на Википедии когда-то читал, что общая протяженность одесских катакомб более 2,5 тысяч километров. Да, правда? Да. То есть, они, получается, все не исследованы? Нет. Исследованы 2,5 части. Да. 2,5 тысячи это уже то, что на картах есть нанесено. А еще до сих пор делают шахты. Есть шахты рабочие. Ну, которые нелегальные, конечно. Ну, и с каждым годом, как бы, плюс там, ну, там, 50 километров каких-то еще плюс прибавляется. Так получилось, ребята, что самые известные катакомбы в мире это парижские, но они в разы меньше, намного-намного меньше, нежели вот эти. Мне рассказали только что очень интересную историю. Понятное дело, что вот сколько мы идем, это все руками никто камень не выносил. И в очень древние времена вывозили, получается, камень лошадьми с такими небольшими повозками. И знаете, как с колеса торчит такой штырь? Вот, получается, вот этими штырями вот здесь в повороте колесом сделали такой срез. Мне уже, ребята, немножко жарко, а здесь под землей круглый год, температура примерно 14-15 градусов, то есть летом очень круто, на улице жарко, ты спускаешься сюда, здесь прохладно, зимой прикольно, потому что на улице холодно, сюда спускаешься, здесь тепло. Но сейчас такой период переломный, что и не холодно, и не тепло еще, и мы не знали, как одеваться. Я, короче, одел такую куртку, и мне сейчас в ней становится жарко, вы можете там, наверное, видеть, у меня уже блестит лицо, нужно немножко раздеваться. и двигаться дальше. Очень жарко, ребята, мы уже разделись, ну а сейчас будет вода. Смотри, тут на водичке такая красивая хрень есть. Это кольцы. Кольцы, да. Корочка. Да. Из них камни потом. Смотри, как пальцем прислали, смотри. Делаешь вот раз. Кстати, я когда-то видел в пещерных колодцах, если вот много лет никто не заходит туда, то потом оно превращается в такой слой, и по нему даже ходить можно. Так мы покажем тебе такое. Да, здесь есть такое? Ну, примерно на выходе. Я понял. Ну, ладно, тогда все еще впереди. Короче, ребят, как я говорил, я угадал, на самом деле, это окляпнул. Дальше вода. Нужно будет сейчас... Серега раздевается, нужно будет как-то скакать по вот этих камнях, а потом где-то, где будет глубже. Мне все-таки наконец-то пригодится этот пакет, который... Абуза, реально, абуза. В общем, здесь, в принципе, круглый год температура, ты уже говорила, это да, 14 градусов, да? И тут влажность тоже 99%. Почему? Ну, потому что тут влагина, в принципе... Жара, пацаны. Тут некуда одевать. Или, или... Да, когда ты идешь еще, и вот эта влажность... 14 градусов, ну, как бы, типа холодно, но когда ты идешь, у тебя мышцы напряжения, ты все... Ну, некуда одеваться, и плюс влажность, короче, это очень жарко. Это связано с тем, что слабо здесь воздух, и такая высокая влажность. То есть, ребят, даже на море реально влажность немного ниже, нежели здесь. Так, Серега пошел вот так. Мне сейчас надо точно так же, только еще снимать, светить и держать пакет. Слава богу, ботинки не промокают. Знаешь, Серега? Что? Не знаю, кто накидывал тут эти камни, но большой ему успех. В общем, ребята, мы проходим сейчас достаточно жесткий участок нашего маршрута. Смотрите, стены покосились. Они когда-то, наверное, были под прямым углом, а потолок много где обсыпался. Вон такие есть обвалы. Я думаю, нам, наверное, там не следует задерживаться. Мы как-то постараемся быстро пройти там. Включаем четвертую передачу и побегаться перед всей стенкой. Очень, очень красиво, да, выглядит. Все слои вот так видно, контрастно. Я думаю, даже больше. Хотя вообще ракушняк сам по себе легкий, но здесь, наверное, килограмм пятьсот будет. Смотри, там это, у тебя над головой скол может сейчас еще небольшой обвал быть, поэтому лучше вообще-то иди оттуда. Ребята, смотрите, какой участок. Раньше здесь была везде вода, а потом кто-то вымостил такую вот тропинку, за что ему большое спасибо. И вот этот пух, это на самом деле не пух, это мертвые комары, которые покрылись плесенью. Смотрите, как их много. А если посветить вверх, то это просто ужас. Мне интересно, они, наверное, в анабиозе каком-то и еще не слетаются на наши фонарики. Миллион штук. Блин, ну такое количество комаров, наверное, может загрызть человека. Ну что, погнали дальше туда. Короче, ребята, вот там вот дальше, вот там дальше будет левый поворот, и вот там по левую стенку там, ну не по шее, но выше пояса точно есть. То есть осторожно нужно идти. Ну да, по правую сторону это самое мелководье, и плюс там камни еще, наверное, сантиметров 30 точно. Вот так вот мы, ребята, шагаем, с этой стороны неглубоко. Вот так же видно, кстати, одно, если присмотреться, а здесь уже не видно, здесь реально глубоко. Все, вышли. Вот сейчас мы прошли, был район 5-й шахты, сейчас мы входим, это называется сбой между районом. А сейчас начинается машина выработка, там не ручная машина. То есть до этого все было ручная выработка? Это уже более современное что-то. Это все машины видно. Кстати, да, видно сразу так, все ровненько. Здесь можно на машине проехать. Ну, на низенькой, да, какой-то можно проехать. Так, ребята, теперь мы входим в такой интересный район. Так можно сказать, очень аварийный достаточно. Тут можно даже вот сразу увидеть, в принципе, такие пласты висят по несколько тонн. И я как бы себе буду быть крайне внимательным и не цеплять то, что может упасть на тебя, на голову. То есть беречь свою голову и смотреть наверх и вниз одновременно. Ну что, очень осторожно, погнали. Впереди дальше вода, нужно переодеваться, потому что там уже такая вода, что по камушкам ее обойти не получится. Специально на такой случай у меня с собой есть вот такие вот сапоги. Все, ребята, я готов проходить сквозь воду и огонь, и камни, и ракушняк, и все остальное. Слушай, тебе вообще пофиг, да, в тапочках, в трусах. Кстати, вода чистая, чистая, но вот мы идем, и она сразу становится такая мутная-мутная. А пока что не глубоко, но чем дальше мы будем идти, тем будет глубже. Сверху осторожно, там реально можно, если зацепить, обсыпаться может. Точно такой же кусок, как вот здесь лежит снизу. Стремное, ребята, место. Саша пошел разведывать маршрут туда, а мы пока сидим здесь, ждем его. Чилим, отдыхаем. Чилим, да, мы вот, короче, в таких, я в рыбацких сапогах. Серега в забродах. Ого, ты вообще босиком, да? Он из келета. Хотя не холодно? Нормально, водичка хорошая. Водичка хорошая. Мне на самом деле вот просто так в сапогах прохладненько немножко. Я бы не сказал, что холодно, но немножко прохладно от воды. Ну что, ребята, мы услышали крик в конце тоннеля. Значит, нам все-таки туда. И наша экспедиция продолжается. Кстати, ребята, отваливаются куски породы такие, смотрите. Рано или поздно это все обрушится. Но я надеюсь, это будет не сегодня. И мы этого не увидим. Из-за высокой влажности воздуха ракушняк натягивался влагой и становился хрупким. Отчего с годами и так аварийные стены катакомб становились еще аварийнее. И в некоторых местах к ним было очень опасно прикасаться. Здесь не вот это лежит. Кусок стены отвалился, да? Нужно отбираться, ну какие вещи. Да, здесь сырость большая. И вот этот ракушняк, он набирается, наверное, влаги и становится таким рыхлым. Вот эту мне нравится. Да, ее вообще лучше не трогать, вот эту конкретно. Приблизительно не дышать. О, уже, ребята, по колени, смотрите. Ребята, здесь уже такая бяка-билибердяка под ногами. Понемножку засасывает. Не буду прикасаться, потому что это все может обрушиться. И непонятно, сколько оно за собой может потянуть. На первый взгляд, находиться там было не очень страшно. Но осознание того, что все это рано или поздно обрушится, очень пугало. Очень осторожно. И желательно, ребята, блин, по возможности не трогать стенки руками. А тут страшно, реально. Дальше, ребята, такой коротенький узкий проход. Нужно проползать. Что, как в такой позе вообще ходить, пацаны? Ну, учитывая то, что у меня тут петля на шее, то такое. Ну, на самом деле, когда долго в такой позе идешь, немного утомительно. Блин, как оно сжимает. У меня шея придавливается. Давай, пошел. Голова, осторожно, не ударься. То разгибайся, так и смотрю. Ух ты, завязали. Смотрите, ребята, какая-то железная ступеньки. Ступеньки, да, лесенка. И очень-очень старые бутылки. И вон цепь от пилы. А вот шина от пилы называется. А на нее цепь. А на нее цепь. А вот, кстати, цепь. Ребята, смотрите, что мы нашли. Здесь нижний ярус катакомб. Он под потолок затоплен водой. Кстати, да, туда даже не пройти никак. Нужно нырять с аквалангом, разве что. Там человек так смутно пролезет, если честно. Да нет, нормально, там человек пролезет. Да там ныряли люди. Там ничего интересного не было. Они выплывали назад? Да. Кстати, ребята, я множество раз был в подземельях. Видел разные обозначения. И сегодня мне рассказали значение одного из них. Это вот это. Это значит, что в ту сторону тупик. Они не всегда правдивые. Но этот правдивый. Нам нужно туда. Кстати, здесь уже тоже видно, что здесь с техникой какой-то что-то добывали. Я уже по вот этому узору могу это определить. Добывали вручную или техникой. Мы дошли до стенки, на которой очень много людей расписываются. Ну, на самом деле, здесь везде кто-то что-то пишет. Но здесь по-особому много. Вот, кстати, ребята еще в 11-м году оставили свои подписи. Можешь их расшифровать, пожалуйста? Ну вот, СТА, типа Станислав Чавук. Шалимов Владислав. 11-й год. В принципе, большую часть пути мы уже прошли. Да. Конечно, писатель, смене так себе. Странный Сергей. 13-е, 12-е. Сегодня, кстати, пятница 13-е. Сочеденный день, чтобы заблудиться в катакомбах. Так, нужно найти еще место, ребята, где можно вылов написать. Потому что, видите, вот, оно может стереться. Я хотел бы написать в таком месте, чтобы надолго моя надпись сохранилась. СТ. Написал Сергей Трейсер, 19-й год. Ребята, мы уже достаточно давно идем вот так. Часа три, наверное. Дядька, ты кайф, я разогнулся. Ууу, наконец-то мы разогнулись. Но все равно еще не полностью. Короче, три часа мы уже находимся где-то под землей. Уже немножко устали. Хотелось бы побыстрее выйти, но пройдено всего лишь где-то две трети. Какой-то Ваня оставил свой автограф. Смотрите, опять же такая щель. И очень большой-большой камень. Если он обвалится, кстати, да, непонятно. Трещина, и оно... А, знаешь, как будто отсылаивается чисто от... Одно-двухово. Вот трещина, видишь, вон еще где атака. Оно есть и обвалится, я не знаю, сколько метров. Короче, кусок такой просто п***ся на землю. И будущее поколение диггеров, если это так можно сказать. Как называются люди, которые по шахтам лаят? У нас подземщики. Подземщики. Короче, будущее поколение подземщиков будет уже ходить по ним. Так как мы уже много таких участков проходили. И то не факт, что не пройдет. Фух. Вот такой вот, ребята, тоннель. Достаточно длинный он. И сюда посвятить. Трещина. Где-то все обвалиться может. Давай, короче, лезь. Не хочу здесь задерживаться надолго. Фух. Погнали, ребята. Кстати, под ногами какой-то то ли грунт, то ли говно. На грунт больше похоже. Болото, короче. Хорошо, что оно сейчас сухое. И мы можем его относительно легко пройти. А что сухое? Ну, практически. Если долго не стоять, то кажется, что сухое. Проход, ребята, все больше и больше сужается. Надеюсь, сейчас он не закончится. И мы сможем, в принципе, где-то выйти. Чем дальше мы, ребята, двигались, тем больше я видел, как падает уверенность наших гидов. И в какой-то момент я осознал, что мы где-то пропустили нужный поворот. Давай, покажи, как румынский спецназ лазит. Серега, не сюда. Пошли обратно. Блядь, пугают такие моменты. Ребята, определите. Сейчас определимся, туда-не туда. Смотрите, ребята, какой Серега мокрый. Чтобы вы понимали, нам реально очень тяжело идти в такой позе. Ну, здесь, кстати, да, можно выпрямиться, а здесь нужно согнуться. Сегодня позитивное настроение и скоростное прохождение туннеля. И вот в такой позе, ребята, мы хреначим, потому что контрольное время, до которого мы должны выйти на связь, это 8 часов. Сейчас уже 7. Остался час. Ну, выход скоро, конечно, но хотелось бы раньше этого времени вылезти наружу. Тупик. Угибаемся и пошли. Главное, на скорости не черкануть головой ничего. Кот только что, блядь. Что крыса? Да кот, серый кот. Поотвечаю. Ну, если тут кот. Он туда вправо побежал. Уже, кстати, воняет мусором, каким-то дерьмом. Слушай, может тут выход есть? Наверное, есть, и раз кот залезет. Иди, человек. А, ну, кстати. Может, кот и залезет. Фух. Короче, ребят, это осталось за кадром. Мы провтыкали один поворот. Чуть-чуть блоканули, но уже вышли на наш маршрут обратно. Мы это уже видим по меткам. Все хорошо, скоро уже выход. Ребят, вам очень повезло, что камеры не проедают запахи. Да, здесь, кстати, очень воняет. Все, нам сюда. Идем за котом. Все правильно. Тут за стенку, зато на левую нельзя держаться. Тут только очень аккуратно. Видимо, снова... Тссс, только очень аккуратно. Тихо. О, ты сижу. Давай, давай, руку дай. Видимо, скралили под прибором. Вон какие-то отходы лежат, смотри, кто-то сбрасывал сверху. Да говно там и люди. Ну, это, короче, реально говно. А? Уверешь? Да. Готовно, ребята. Смотрите, ребята, труба. И скидывают какие-то обрезки со свиньи, походу, или с человека. Не знаю. По цвету подходит. По цвету подходит. Хорошо, что я в сапогах, пацаны. Ох, тебе бога. Так, дядька, это оно? Короче, мне все говорили, нужно снять сапоги, потому что неудобно. Хорошо, что я не снял. Фу. Вам не передать этот запах, ребята. Ребята, что? Расканула, это точно оно? Точно оно, спрашивает? Сейчас, поставь секунду. Ждем. Фу. Тупо в дерьмо. В дерьми сейчас вступил. Самое обидное, ребята, что нужно возвращаться, потому что опять не тот поворот. Фу, блин. Ты постоишь сюда? Давай, еще туда сходи, а я тут постою, понюхаю это дерьмо. Мы везли. Стоп, подожди. А, есть. Бл***ь, я, прикинь, чувак. Чувак, мы с ядрами это в обход. Бл***ь, обошли. Прикинь, в обход. В общем, ребята, как вы поняли, мы немножко блоканули. Я не хотел это снимать. Ага. А теперь прикинь, там выхода нет. Прикиньте, чуваки, если вы понимаете, что вы блоканули. Какого нам. Ребят, никогда в жизни не идите в катакомбы сами, ни в коем случае. И проводите. Потому что, ребята, реально, даже катакомбы настолько большие, достаточно просто пропустить один какой-то поворот и все, жопа. Даже наши проводники, которые уже 10 лет лазят здесь, иногда могут по невнимательности пропустить какой-то поворот. Я в одиночку ходил в чернобыльскую зону. Я туда много раз ходил. Я ходил один к перпаты. Это все фигня. Катакомбы, это самая стремная фигня. Реально, я видел, как все старались молчать. И понимали. А мы очканули, серьезно? Не, ну, я вижу, что это не то, короче, но думаю, смысл паниковать. Я вижу, какая мысль была. Когда мы выберемся, я одну из вас втащу. Честно, я тоже очканул. Я вижу, что вы, короче, уже... Мы не поддаемся панике. Главное паник. Не, я тоже не паникую, потому что понимаю, что... Я решил спешить побыстрее куда-то. Что еще рано паниковать, в случае чего можно было просто в какую-то канализацию орать там. Знаешь, что я сделал, когда я выйду? Я запишу в своей девушке сообщение, скажу, что я люблю большую жизнь. Что она самая прекрасная, что у меня есть. И своей маме позвоню скоро. Скинешь ей просто ссылку на мое видео. Я очковал, я думал, что придется вообще такими же... Ну, я понимал, что в случае чего, то есть мы не заблудимся, мы будем возвращаться точно так же. То есть из-за этого я не паниковал и вообще молчал. Ну, там бы я уже с головой окунулся бы и покупался бы. Это так жарко. Да, очень тяжело на самом деле, ребята. Смотрите, вот мы сидим, лежим и какая высота. И мы уже, короче, со скольки? С трех часов, кстати, да, в 3.11 мы зашли уже без 25.8. И мы, вот, короче, наверное, половину этого времени в такой позе мамы мои пол передвигали здесь. Спина всем болит. Пацаны, дайте кто-то сигарету, пожалуйста. Тяжело очень. Что, давайте, может, на улице уже отдохнем? Это может почти дошли. Надо остыть немного. Да, давайте остынем, чтобы пот. Да, да. Я сейчас рад был бы заболеть. Главное, что выйдем. Смотрите, ребята, уже под выходом вот такой вот колодец. Не хотелось бы туда упасть. Ты еще наверх подснимай. О, он еще и наверх. Да, решетка какая-то. Если бы очень прижало, я бы... Все, давай, прыгай, я за тобой. Ребята, здесь уже очень холодно становится. Чувствуется, что выход скоро. Бутылок много, это главные улики, что выход скоро. О, мы вышли. Все, вышли. Ух ты. Ура. Ура. Мы вышли. Ура. Земля. Земля. Земельюшка. Ура. Кстати, мы успели. Я говорил, 8, выйду на связь. Мы успели. Я люблю жить. Мы у кого-то в огороде вышли, ребята. Все, ребята, мы вышли. Нас в таком виде пустили в магазин. Мы спросили разрешение. Нам сказали, что можно зайти. Короче, ребята, мы зашли в одном селе. Вышли совсем в другом селе. И сейчас в таком прикиде будем возвращаться. Километров 5, наверное, да? Ну, темно через все село, не страшно идти. Все, смотри, я, в принципе, чистый, считай. Ну, ты чистый, да. Я, короче, не могу с себя снять эти сапоги, потому что я вспотел, пока шел в них, они не дышат. И у меня полностью мокрые джинсы, а на улице холодно, ветер, я не хочу заболеть.